Пока же мы ждем четвертого пика от команды Павага. Там уже есть бестмастер, Dazzle, неожиданно, Air Spirit и ждем уже коров. Ну, все-таки должны они появиться. Я надеюсь, что это не Dazzle, там, Offlane или что-то подобное, но вроде бы выкуном здесь не пахнет. Ситуация аналогичная. Чешир на бестмастере, Бигнум на Air Spirit, Dazzle — это G4, в принципе, наша любимая троица. Так что почему бы и нет. Тут Альянс немножко изменили подход, да, у них Акс есть, Чена мы тоже сегодня видели, Шаман, в принципе. Все тоже. Хорошо? Пока что? Все сводится к корам, и вот Павага забанили Сларка. Говорят, больше мы не хотим это видеть, это терпеть. Поэтому давайте другого кора. ПА — не в бане, Terrorblade — не в бане. Поэтому вариантов достаточно количества, но Terrorblade забирает себе Павага. И если сейчас каким-то нереальным, невероятным образом Павага выиграют 3-2 Альянс, вопросов будет слишком много. Да. Это же просто истерически начинает глаз дергаться. Да, команда Альянс действительно в шаге от победы, внезапно разворачивается. Осталось 10 минут. Да, осталось 10 минут. Очереди Света запрещать герои. Но Павага действительно взялась. Почувствовала она запах этих 35 тысяч евро. И теперь уже останавливаться слишком поздно. Сейчас уже совсем скоро они будут чувствовать их хруста. Но им времени достаточно еще для того, чтобы выбрать последние баны. И той и другой команде нужно убирать мидеров, по сути. ОД у нас еще не в банлисте. И вот его бы хотелось увидеть на самом деле в игре. Осталось 10 секунд. Но мне кажется, он сейчас как раз таки будет подрезан. Да, его должны забанить, потому что и там, и там ОД может все еще показаться. Так что рисковать не стоит. Тролль Варлор еще есть, кстати. Который не попал в банлист. И на центре он себя чувствует довольно неплохо. Тролль тоже мы сегодня видели его. Потом он, правда, попадал в баны. Периодически. Пугна. Есть еще Скаймак на центральную линию. Который, кстати, хорошо работал против ПА. И против Террорблейд он будет очень так же прекрасно работать. Потому что оба эти герои боятся магического прокаста. Да. Скаймак действительно один из вариантов. Пугна тоже вот пока что доступны и там, и там. Но посмотрим, что решил для себя коллектив Альянс. Банит Дубауэр тоже в первую очередь. И вот сейчас забанит Альянс против кого они хотят не играть. И пик также за ними следующий. И все время не могут себе потратить сейчас. При этом повага уже будут видеть весь драфт Альянса. Альянса вынуждены смотреть на шаг вперед. Господа, у вас же есть пока последняя практически возможность написать нам в твиттер по хэштегу Winter Masters. Без пробела, естественно. И ваше интересное сообщение. Ваши фотографии того, как вы смотрите данный матч. Осталось 5 секунд. За какую-либо команду. Может быть у вас там есть какие-то трофеи со времен славы коллектива Альянса. И вы ими обложились для того, чтобы ваши ребята выиграли. Присылайте в твиттер, мы это все увидим в прямой эфир. Там уже многим приехали счеты с International 2018. Заследите. В банкунке перед этим был против повага. И у повага остается еще полторы минуты для того, чтобы выбрать все мидера для себя. Но если сейчас там будет какой-то Sky, это будет очень интересно. Потому что мы уже видели именно такой последовательности драфт даже. Где появился Sky Mag после пугны. Мы пророчили ему поражение, но он просто разваливал налево и направо. Да, действительно. Осталось 10 секунд. Здесь ситуация может быть аналогичная. Если пугну будут контролировать, то вполне себе спокойная ситуация. Пугну убили, Sky Mag во всей красе будет бахать. Основная проблема, потому что тяжело на линии изначально Sky Mag. Если они не сталкиваются с пугной, то и оба фармят, и встречаются там уже с 10 тысячами Ant Wars. Там не все так однозначно. 55 секунд. И J4 берет Ember Spirit. Вы можете выбрать своих героев. Интересное решение. Но весьма опрометчиваем. Ember Spirit у нас сейчас присутствует. Шторма только не хватает. Но не его мета нынче. Не его, безусловно. Интереснейший драфт у нас на последнюю карту. И самое главное, он намекает, опять же, на то, что здесь не будет однокалиточной доты. Вероятно, не будет. Ну, тут в боксе садится на акса, все хорошо. А, все хорошо. Нормально, как бы, успокоить Сенсейне начение. И, естественно, будет отыгрывать нас Тайга на шадоу-шамане. Тайга уже себя показывал неплохо. Но вот этот шадоу-шаман, он зачастую теряется. Такое чувство, что его какой-то адмирал-бульдог покусал, где-то мимо пробегающий. И в нем просыпается вот это желание посплитпушить, побегать, поставить свои ворды. Ну, обычно заканчивается на том, что сносится хайграунд этим шаманом. И, в принципе, это неплохо. Так что пусть сплитпушит. Главное, чтобы в драках иногда участвовал. Если не участвует он в драках, без его ультимативного контроля и хекса, и сетки, конечно, драки проводить невозможно. Кстати, вспоминая про адмирал-бульдога, он в данный момент является одним из кастеров, собственно, который освещает данный турнир для Англо-студии. И при этом вчера он еще и играл шоу-матч против зрителя на клокверке против ЦМ, я помню. И перед этим были еще Тинни против Тинни. Поэтому, если вы что-то пропустили, посмотрите в записи. Это было любопытно, как минимум. У нас же старт финальной пятой карты. И, наконец-то, гранд-финал полноценно отыгрывается хорошо. Начинается 2019 год. Каждый бы финал так проходил. Best of 5, все 5 игр и все 5 полностью насыщенные сначала. Тут 2 игры взяли, потом тут 2 игры взяли, и вот по ваге, брат, тащи. Ну, будем надеяться, что ваше послание дойдет до команды по ваге. Ну все, теперь должен быть баланс. В мире должен быть баланс. Где фанаты Альянс? Поддержите эту команду, естественно. Да, Альянс тоже где-то болели, но после двух поражений внезапно пропали. Настоящие фанаты не покидают свою команду никогда. Ни в радости, ни в горе. Человек с буквой А не может ошибаться. Он что-то знает. А, аналитик. Я считаю так. Никакой связи с Альянсом. Капитан-аналитик. Пока же у нас чешуський код здесь встречается с двумя вражескими героями. Получает дэмэдж от Чена. Но у Чена не самая увесистая тычка с руки, поэтому... 30 секунд до начала сражения. Да посмотри, он угрожал этому Айрон Бренчу. На глазах у команды Альянс. Как он себе мог позволить такое? Держу в заложниках. Ну, естественно, он уходит за свои иронные богатства. На боте также, по ваге, только на последних таймингах могут попробовать ворваться. В принципе, информацию уже дает бестмастер, что на топе двое. Значит, вы максимум встретитесь с тремя. Ну и не забывайте, друзья, что сейчас, в общем-то, последний шанс поучаствовать в розыгрыше Аркан, участвовать в ладере от сайта LootBet, выиграть все дорогие предметы для Dota 2. Вот 900 долларов. Можно там себе что-нибудь выбить. Все, что для этого нужно сделать, это делать ставки, участвовать в ладере ставок на сайте LootBet. И вот потенциально сейчас по вагам могли забирать три руны богатства, но просто перекликал по итогу игрок на ПА бестмастера. Ну и мы видим, что Альянс вообще обосновались во вражеских лесах. Там, возможно, будет как-то Акс перехватывать пачку крипов. Но он уже первый упустил. Интересное решение. Он просто стоит, как бы, и окей. Получит стаки? Что? Ну, там просто сейчас за ним будет уже выходить Дазл вместе с Шпилитом, по всей видимости. И в первую очередь они встретятся с Шнушаманом. Во-первых, как раз таки удар с руки очень серьезный. Он может размениваться по ХП. Тут же пытается Бокси дотянуться до Джейфо. Джейфо очень больно. Очень больно Джейфо. Подходит Тайга. Суппорты встретились, в принципе. И теперь вопрос. Кто же здесь выйдет победителем? Ну, по-моему, Бокси просто забыл, что это не его база, не его хайграунд. Ну, тут можно еще пораскручиваться. Пару крипов забрать. Ну, получится ли забрать Бигдум. Это другой вопрос. Хотя приседу это достаточно знатно. Еще поднял удар, но не дотягиваются. Есть еще и возможно толкнуть отсюда Тайгу так, что выживет здесь Бигдум. Но выиграли немного времени и крипов самое главное подзабрали. Такие просто братишки сначала подрались, потом выпили вместе, теперь опять дерутся. Тайга спешит опять Бокси. Бокси перехватывает пачки крипов, но только три крипа подставляются под него. И он пытается еще и попутно раскрутиться, чтобы Джейфо просаживать. Получается сделать хорошую молнию. Мне кажется, что Бокси будет ФБ для команды Павага. Заигрались Альянс. Очень наглые действия. На топе Чурского кота тем временем просаживают, но тот спасется. Тут не так просто его поймать. Действительно, один Чен не настолько силен. А вот ФБ отдать для команд Павага, это конечно же с доброй волей какой-то. Он совершенно спокойно стоял на линии, мог бы оттуда уйти. Но до последнего сражался Бокси и в итоге погиб. Все это стоит того, если на верхней линии, во-первых, хикарный фарм и ПА, это есть. А во-вторых, вы ждете бестмастера постоянно. Бестмастер действительно не лучший крипстаток. Тайга улетит отсюда. Я возвращаюсь к братцам. Да. Адвоката срочно в студию. Его так просто не отпустятся после таких моментов. Ну то есть вот, что произошло? Без клик. Без клик, да. Он просто думал, что он уже улетел на базу. Но либо он так хотел ударить G4. Так хотел дать леща просто ему, что готов был отправиться за это в таверну вперед ногами. Шурского кота все-таки нашли и убили. Микки зарабатывает себе денежки. Ну а бокс тем временем проседает на боте. Тут платформа Террорблейд по-другому никак. Ставит Батлхангер, но бокси все равно выживет. Здесь не пошли дальше под вышку. В общем-то это им особо и не нужно. Главное не отвлекаться от фарма. Если они отвлекутся от фарма, там будет уже совсем другая история. Ну а здесь давайте посмотрим на сравнение мидеров. Пикачо против Койквы и видим, что Эмберта не из лучших винрейтов взят. Как бы намекает, что вот не в мете бай, безусловно. И статистику сейчас может попытается исправить, но будет это ой как непросто. Но пока же на боте. Огромнейшая пачка крипов идет на съедение Палантимаса. И он естественно счастлив. Так много денег. Шмешок картофельки ставят на повагу. Видимо, все остальное уже закончилось. Ну да. Зайцев ставили, Норва вставили. Остался им еще картофельки. Ну и тут же Тайга начинает G4 просаживать. Под Clarity у него в принципе все хорошо с маной. Он может еще и яд какой-то забросить. Тайга сбивает ему это Clarity и молнии согрел. Дазу, кстати, на втором уровне ничего не шачивает. Если что, вот взял, взял, подкил все-таки. Только хотел сказать, что в критической ситуации может взять себе крест, но... Да зачем? Если у тебя есть хилл, с другой стороны ты не доведешь ситуацию до критической. Верно. Тем временем, Pikachu на медленнее не очень-то легко выстаивать. Все-таки его прогоняют. 17 лосхитов у него против 23 у пугны. И... Только фласки. Только фласки спасают сейчас его. Тайга находится сейчас, ну, пытается его просаживать по КП. Отгоняет. Но только четвертая минута до руны богатства еще долго. Даблдемедж на топе появился. Есть сейчас информация об этом у пугну. Тайга опять же улетает. Не мискликни! Хорошо, закрепили. Ну и сейчас на топе, что у нас самики. Чешского кота без поддержки спорта не убьет. Чешский кот аккуратно стоит под тавером. Ну да, здесь так просто чеширы не пробить. Как мы уже ранее отмечали, фандом сейчас пока не так сильна. Ну и Чен, естественно, помочь в этом не может. Контроля как такового нет, если только крипа кого-то найти. Пугну грамотно восстанавливает себе всю ману. Перекладывает талисманы. Понятное дело, полный боттл еще из даблдемеджа. Там и с руки можно попробивать Эйгера. Тут же врыв на Тайга в очередной раз. Бокси пытается как-то агром под крипами. Можно было бы бодиблок. Идет хороший. Тайга выживает. Джейпо не дотянется. Яд забросит. Но Акс что-нибудь сделает. Спаси Тайга. Тайга выживает. Убегает по Т1. И в боксе просто был. Просто был. Просто был. Иногда достаточно просто быть рядом. Вот и все. Тем временем война за баунти руну побеждает Инсения. В погоне. В погоне. Инсения обходит на повороте. В заносе пытается добраться до вражеской руны богатства. И берет ее из подноса у чеширского кота. Но нет. Это Микки врывающийся с фланга из-за деревьев. Тут же пошел баф. Но все равно чеширы опять же не пробьешь. Он развернется и сам тебя пробьет. Да уж. Неприятная ситуация безусловно для команды по вагам. Но и бестмастер сейчас вынужден там чуть и не влез куда-то уходить. Еще и крипы неудачные. Типа голевны с которыми ты долго будешь разбираться. Да нормально. Никуда он не торопится явно. Здесь. Опять же ему нужно выигрывать время на верхней линии. Правда без поддержки. Как мы видим Фантомка продолжает фармить. 32 на 13. И топовый Нетворца. Потому что и Террорблейда обгоняет там пускай и всего лишь 650 символичных золотых. Поцепили Эмбера. И тут же Буаск высасывает все жизнью. Но улетает. На ХГ Пикачу спасается. Вот до шестого не успели убить и сейчас сделать это будет практически нереально. То есть нужно только контроль дополнительный, чтобы Эмбер не прожал свои ремнанты. Ну и вот Шедл Шаман должен этим заниматься как раз таки. Тут еще и Даззл подходит на центр. В принципе неподалеку Эр Спирит, который может ворваться теперь в ответ на того же самого Шедл Шамана. А вот Койква ушел на верхнюю линию кота гонять. Ну и сейчас посмотрим, удастся ли. Там Кабан гоняет Койква по итогу. Да, не получится так легко, как хотелось бы. И возвращается обратно на мид Пикачу, где продолжат фармить. Но более-менее спокойно. Хотя вроде бы в мид, видишь, вышли. Вот вроде готовится какое-то нападение. Ну пока этого нападения нет, будем откровенны. Это просто потеря времени суппортов, которые ничего не делают. И вот Терраблейда здесь уже Акс начинает понемногу гонять. У Акса все хорошо. В принципе один на один он здесь должен фармить. На шестого уровня Палантимоз. По фармам тоже все замечательно. И убегает. Убегает. Убегает отсюда Акс. Ну, грамотно он сделал, потому что там уже подходили два спорта. И скорее всего его ловили, убивали. Четвертый уровень не позволяет ему так много терпеть. Тут просто инцяние вместе с Кабаном. Перехваченным чужского кота. Ну, выбил сейчас сколько он? 25% хп из него. Да. Предал Кабан своего. Бисмастера здесь. Попытка нападения. Но вот опять-таки не хватает контроля. Кабан уже скрывается бегством. И все. Готов развалчиваться. Готов защищать вышку дальше. Ну и сейчас у Пикачу здесь проблемы. Ему нужна помощь. Он табор потерял. И теперь нужно искать новые какие-то места для фарма. Потому что на линии будет очень опасно. Но могут выйти где-то с фланга. Вардов пока еще не так много по карте. И в итоге этим могут воспользоваться команда Альянс. Но пока что перемещаются игроки команды Павага. С нижней линии опять-таки оставили не Террорблейда. Оставили не Эр Спирита на линии. А Террорблейд ушел в леса. Но тут попытка Чешира провести. И в принципе это может получиться. Тайга то уже рядом. Какую-то молнию накинуть. Но Вижены не хватает. И вот эта проблема сейчас потому что летят уже телепорты. Здесь будет Эмбер. Нужно спасаться. Нужно уходить отсюда самим. Врывается Эр Спирит и Тайга в таверну. И сразу жена телепорт от Чена. Иначе бы его и там следом забрали. Так что третий фраг для команды Павага. Начало чуть хуже чем в предыдущей карте. В прошлом у них было 7-0 к этому моменту. Сейчас пока 3-1, но тоже неприятно. Так и есть. Пока же продолжается фарм от ПА. На топ стягивается Террорблейд. Решил сменить он свое направление. И пойдут Т1 сносить вполне возможно все вместе. Форма еще активна. И можно пробивать. Только недавно была прожатка. Поэтому действительно можно позволить Т1-3 доломать. Под бисмастером. Поддержкой. Вот Дазла тоже. Почему нет? Потому что пока бисмастер на передовой собирает информацию. Он наверное должен был этот варта прочитать изначально. Но задевардить его пока не в состоянии. Просто нет центрика. Да, нечем. Но и Т1 просто разбирается. И после этого можно будет уже отойти. А Денис в этот момент оставили. И Альянс с ним сразу же пользуется. Крепов забирают. Подходит Кой к вам. И вышка также может упасть. Конечно. Через бласты безопасно старается он действовать. Еще и руны волшебства. По идее, которую можно активировать. Но он хочет использовать руну видимо в драке. У него нет телепорта. Поэтому придется бежать до бокового магазина. Чтобы улетать на топ. Если захотят дефаться Альянс. Ну и в итоге подловили инсению. Нашел один тач. Пойдет ли кто-нибудь еще. Уже врывается Микки. Неподорога есть Чешир. Но они защитят. И один крит. И ты погиб. Минус Даззл. Стоило ли это того? Чешского кота здесь также засловили. И в боксе может его ловить. Потому что у бисмастер не такая хорошая мобильность. Но есть Арспирит. И грамотные действия. Он отталкивает кота от себя. И говорит беги я их задержу. Погибает Арспирит. Но Кор выжил. Пятый уровень. Пока еще не мог никак помочь Праймал Урорам. И в итоге спасает его действительно товарищ. Ну вот 3-3. Становится счет. Выравнивается позиции. И теперь Альянса немножечко впереди. Ну и сейчас вопрос как будут работать в первом файте 5 на 5. Потому что здесь что-то подставляется инсения. И он погибнет до прихода тиммейтов. Чен здесь загулял немного. И до появления баунти руны. Что самое главное. Еще и побежал у нас Бигдом. Но эту баунти явно не отдадут. Ну и по итогу полный боттл опять же есть у Койквы. Но сейчас нужно ждать новые ошибки от Бавага. И дождаться возвращения Чена. Еще и святыню прожимает. Просто Койква максимум маны. Но Микки сейчас приближается потихонечку к БФ. Тоже хочется разогнаться по фарму. Вроде бы впереди. Он сейчас перед Террорблейдом на 200 золотых. На 300. Но нужно больше. Нужно больше золота. Чтобы двигаться по игре. По крайней мере на равных. Террорблейд. Защит метаморпозы. Конечно же становится в разы сильнее. А вот. Тем же самым. Он Тимост похвастаться не может. Ташки уже есть. Ну и что же сейчас будут пытаться делать. Игроки по Вага. Неужели пойдут на Т2 потом. Потому что у них так много таргетов. На других линиях Т1 еще стоят. Это верно. Т1. Хотелось бы разобраться. Чтобы не больше не сковывали действия. Но пока ни та ни другая команда этим заниматься не хочет. Т1 стоят. Ну видимо окей. Потому что пока стоят Т1 и Т2 по топу. Это вообще очень опасно для команды по Вага. Потому что альянсы могут идти по святыне. И ударить по сути с двух флангов чуть ли вам не в спину. Как вариант. Кстати можно сейчас было сделать. А смог тем более прожимали. Но вот. Решили выйти. Просто через лайн. Через реку. Ну а тем временем на бот атакуют сами альянсы. Они будут тоже сноситься с тюбами. Смотря на то что у них не так много ресурсов для этого. Но у них там койква. И он же справишься с гластами. Размен. Размен тавров. Он Мосса убивает Т1 на центре. Тут же подцепили в очередной раз сенсения. И вот Чен становится. Принимает эстафету. Вот сейчас вот джейпо. А джейпо. Мы крепили свои сооружения. Но не получилось. Здесь ничего сделать. Вард тогда поставили. Потому что Чен какую-никакую информацию собрал. Этот вард сейчас может в дальнейшем помочь. И почитать ли этот вард большой вопрос. Потому что не то чтобы часто его сюда ставят. Да. Он довольно не стандартный. Сентрит он видишь. Стоит там на холме. А вот этот вард на низине незаметно. Скажем так. Рандом на центре вы туда не поставите. Безусловно здесь же. Декрепифай кинули на Эрспирита. Но никто не пытался с ним воевать. Он и так уже забрал руну богатства. Поэтому дальше не имело значения. Вот он радиус этого центра. Который не достает до опса. И этот опс сейчас может очень много информации собрать. Для команды Альянс. Но пока что смотрим дальнейший фарм. Держи перемещение. Иницией никого-то призывает. Иллюзия-то не совсем то. Ииии. Найдут ли. Должны виски. Клипов никого нет. Погна появляется. Он ушел уже вниз, да. О нет. Можно ловить разве что без мастера на топе. Там нет тем более Вижена у команды Павага. Но чешский код догадывается, что кто-то мог на него выйти. И он сейчас должен прожимать телепорт. А на телепорте он улетает на центр. И подцепить его не успевают. Не получается ни тут, ни там. А вот в миде возможно что-нибудь сделают. Но нет. Он просто фантом когда фармливает. И не подставляет ни Бигдум, ни кто бы то ни был другой. Вот стакки анчентов есть. Их бы надо забрать еще в ближайшее время. Но вопрос в том, кто их найдет первым. Конечно. Здесь еще можно немножко противнику с моим помочь в такой ситуации. Мы кстати видим, что после прошествия 13 минут на этой пятой карте коэффициенты на лутбеке в пользу команды Альянс. Хотя, если так подрезву слинуть, ничего глобального они не сделали. Ну, наработали немножко больше на Творца. Чуть-чуть. Они даже файта 5-5 по сути еще никакой не выигрывали. Вот именно где полноценно сошлись после команды Павага. Вот этот момент как раз позволит тому, что авторитет важен. И вот поэтому такие вот коэффициенты. Сначала вы работаете на имя, потом имя работает на вас. Но, правда, в данном случае имя заработали другие ребята для команды Альянс. Верно. Время появляется Владный Соткин и врыл. Быстренько на Акса. Пробейте его. Спиатрой Дерсер Кол. Но это не поможет. Он просто банально догорит сейчас Сотки Качо. Дикрипифай выиграл пару секунд, но щит дожег. Вопросы, возможно, даже Дикрипифай стоило какого-то врага закинуть, чтобы Бласт сильнее пробил. Но, в любом случае, Альянс сейчас не готов принимать драку без Акса. Они будут отступать, отдавать Т1 на размен на Т2 по боту, куда подходит уже Шеду Шаман и поставит, наверное, свои Змейки. Да, все же Гварды выданы. И быстренько Тауэр падет. Как мне не дадут дефу, это попытка была, но... Там уже летела тычка, действительно, на то, чтобы сденай Тауэр. Вот так и забирается Рошан. Террор Блейд. Под метаморфозой совершенно спокойно справляется. Чешир здесь потихоньку танчит. Перенимаем на себя удар. И Айис достанется. Хотя... Информация есть. Ставится, ну, сразу же ловит Прэмал Рор. Ловит здесь же Ролин Болдер и погибает в секунды. Только не осталось. Тут же еще и Сириуси. Чейнс поцепили двоих. Акс снова под угрозой. Под метаморфозой, по-моему, слишком больно бьет. И Владимир Сармонов в боксе погибает. Очень наглый телепорт сейчас прямо в лоу прожимался от Аксов. Он понимал, что других сетапов у него нет. Но это 8-3. И байбэк от Койквы, который не реализован. Если сейчас Рошана заберут, все равно повага. Это все было бессмысленно. Нужно идти, нужно драться. Они дерутся, они отпускают. Чем драться? Фантомка не может. Метаморфоза у нее нет, чтобы как-то уравнять шансы. Хотя после того, как метаморфоза закончится, тогда можно больше кто-нибудь предпринять. Но Фантомка фармит. Но это довольно сильно одергивает просто Койку по его нетворцу. Этот байбэк. И денежки сейчас потрачены, по сути, впустую. Он к этому моменту бы восстановился естественным путем из Таверны. Именно. Так что сейчас сильно просели. Видим результат. Нетворцы с трех-четырех тысяч скатываются до нуля практически. Меньше тысячи. И это может быть проблемой. Митя, настоящий полантимоз. Здесь же воюет. Но это ловушка. Подходит сюда еще и Шилл Шаман. Врывает через кекс, через сетку. Манда стояла, пытается заивейдить. Но от Шейков уже не спасешься. По этому урону. В общем, вопрос. Да, крит. И это минус Эйвис. Просто на халяву. Улетать. И улетать нужно отсюда. Телепорт не сбивает. И по итогу спасаются все за исключением Инсенио. Но он не так уже разменная монета. А вот Койкова это обидно. Высасывает здоровье еще из Даззла. Но есть Крест. И Койкова здесь погибнет без фрага. Хотя можно Бласт еще закинуть какой-то попробовать. Бласт полетел минус Даззл. Койкова еще несколько секунд выиграет для своей команды. Декрепи-фай. Декрепи-фай на себя. Бласт еще дэмэдж. Но это последние секунды данного персонажа. Бласт еще была прожата. Но тем не менее выбили Аэгги с минимальными потерями. При этом еще и Даззл успели забудовать. Так что в целом не такой плохой выход от команды Альянс. Тут даже куда важнее сам факт, что они этот Аэггис выбивали не на своей половине карты. Где-нибудь под 2, под хайграунд или под 3 бы им поцарапали. А во вражеском таком небольшом закутке. Где никак реализовать этот Аэггис не получилось плюс для себя. Именно. Ну и Шаман действительно выполнил свою задачу на максимум. Даже сам не успели прожать. И 8 на 3. Вращается 8 на 4. Время. Время, которое идет в первую очередь ПА на пользу. Пообрастает все большими критами. И становится все опаснее. Мы помним игрок Альянс. Как раз таки с ПА против команды Лениго. Когда ПА давала просто 3 даггера. Когда оставалась одна против четверых. И убивала всю команду противника. Было дело. Так что здесь списывается счетов. Подобную ситуацию явно не стоит. Опять же, вспоминаю недавнюю свою игру в ММРе. Видимо, она была не самая недавняя. Потому что подгрузка файла была долгой. Нет, там просто страшные вещи были. Три дня. Подряд. Подряд, да. Мне снились кошмары. Потому что за меня был Эмбер. У которого было 4 рапиры. И мы не смогли победить Фантомку. Невозможно. Это нереально. Что ты такое, ПА? Ну, ПА нужно фиксить. Нужно менять этого героя. Действительно. Потому что слишком, слишком сильно она сейчас. Вопрос только, как ее изменить. Чтобы она совсем не стала бесполезной. Убрать из Капитан Мода. Да. Вот я примерно к этому ввел, что так делать не надо. А так очень любят делать у нас ребята, занимающиеся балансом в нашей любимой игре. Но это уже не нашего ума дело. Ну, что поделать как бы. Можно попробовать убрать полностью спилы все. И оставить просто героя без спилов. Ну, собственно, это наш уровень аналитики, как поменять ПА. Господа, вы же можете писать свои предположения, как изменить данного героя. Нам в Twitter по хэштегу Winter Master, собственно. Будем вводить ваши интересные решения прямо на экран трансляции. Заодно и пообщаемся. Можете нарисовать, как можно пофиксить фантом. Я думаю, что люди сейчас подпишут уже петицию по поводу того, чтобы просто удалить ее из Кринсмода и так далее. Все будут только довольны. Ну, это страшный герой. Всегда отлетает в бан, либо же появляется в пике. И вот это окно, когда ПА беспомощно, оно слишком маленькое. То есть вот, когда ПА можно легко убивать. Да. Но вчера у команды ПАВА получилось дважды это сделать. Первый раз за 7 минут 29 секунд. Второй раз в ожесточенной битве. Попытаются кого-нибудь подловить, но они от них уходят. И все у него хорошо. Хотя сигналят и посмотри, они хотят его убить. Но они его найдут же, действительно. Распирит, моментальный кирпич, но прыгает на боксе. Все равно замедлили за словами Микки Микки. Нужно уходить отсюда. Поднимается на ХГ и дальше, наверное, не погонит. Прыгает на крипов. Погоня продолжается. Вкатывает Сверхспирит на ПА. По итогу отталкивает к своей команде. Микки прыгает вновь на боксе. Бокси прыгает. Говорит, что я их задержу. Ни агро, ничего. Просто убегает на ноги. У него минус, армор висит. Понятное дело, что дазл постоянно всех закиливает. И Бокси погибает за ПА. Дазлочку он будет выдать. И там еще и ПА-то может погибнуть. Нет, разворачиваться. Правильная роль есть по Шедоу Шаману. Что должен он ничего сделать, это не сможет. И еще один минус. В итоге ПА обошлась слишком дорого. И опять же этот файт происходит на линии. Теперь вот все уже позиционка. Альянсами проигран. Тут под формой Террорблейд. Бакдор не действует. И минус. Вышка. Они могут в принципе даже ХГ погрызть при желании. Можно и люди отправить. Можно настоящим зайти. Да, отправляется сам Террорблейд. Но нет, видимо. Программа сейв своих Т2 сейчас от ПАВАГа действует. И это грамотные действия. Вышка, сохраненная на 20-й минуте. И вышка, сохраненная на 40-й. Это два абсолютно разных стратегических ресурса. Тем временем Пикачо находит себе руну волшебства. Лишней она для него явно не станет. И в дальнейшем файту уже, как говорится, готов. Осталось только выбрать, где они хотят драться. Остались, потому что три позиции. Три позиции под хайграундом. Да. Ну и сейчас ответственность на микки лежит просто сумасшедшая. На него действительно работает вся команда. Акс, не раздумывая, жертвует собой там. Хотя он мог 10 раз убежать и оставить ПАВА там самой разбирательной проблемой. Но нет. Понимаешь, что только ПАВА и может преломить исход этой карты. Есть попытка ворваться. Сторожно ловится Хекс. И СПИС никуда не уйдет. Хотя еще есть время. Вот это Сиренчейнс. Подловили двоих. И живет какое-то время. Но Халинблейд не прощает. Он уже вроде бы сложился в этот шарик. Но шарик разбил Акс своим топором. Продолжает давить Т2. Т2 сейчас уничтожит по центру. Потому что делает это вчетвером. Без поддержки ПАВА. Фармит вражеский лес. И плюс еще запушивает нижнюю линию. Не слишком ли нагло действует Альянс? Возможно это единственный вариант. Сейчас пытаться уничтожить время таким способом. Слегка странным. Давить самим. Но пока План Тимос без формы. Он вроде тоже немножко побаивается. На топе еще за счет Эллюзи Тараблейда тоже запушивается линия. И большая пачка крипов сейчас будет на ХГ подниматься. Нужно бы лететь защищать вышку свою. Ну лишние там 100-200 хп снесут. Все равно это неприятно. ПА там оказывается. И толкать линию до вражеской Т2 сейчас надо по идее. ПА кстати появилась БКБ. Уже 19 минута. И есть возможность переживать подобные какие-то прокасты. Хотя бы небольшие. Насколько они там есть. Там просто рор как бы. Вот что забывать не стоит ни в коем случае. И БКБ здесь не всегда тебя спасет. Пока же был дазл и нет дазла. Он не успел сделать примерно ничего. Вимики продолжают фармить кого. Здесь найдет. Кабанчики тоже неплохо. Энчут и вражески сойдет. И перетягивают опять все дело немножко на себя. Часть территории захватили. И сейчас могут здесь подцарствовать чуть-чуть. Зато на 20 минуте 4 руны богатства достаются команде Павага. А вот это уже серьезные деньги. Будем откровенны. Ну да. Здесь неприятно. Можно будет перевернуть за счет подобных ресурсов. Но пока ждем. Пока ждем дальше драться никто не хочет. Что понятное дело планете моста там всего ничего до Скади осталось. 13 с половиной тысяч у него есть. Он уже сейчас купит райт кликом эту Скати. Как только подойдет к магазину. Потому что у него там было полторы тысячи. Вроде бы да. Скади появляется у Террор Блейда. И теперь если кого-то из вас шлепнет Террор Блейд. Хотя бы один раз по филейной части он уже не отпустит. Подцепили Акса на топе. Правда это Пикачу. И с Пикачу можно драться. Но вот тут уже Террор Блейд. Бласт в ответ. И кое-как вы понимаете не моя битва. Дал Дикрепифай. Улетел Акс. Все выжили. Все здоровы. Главное чтобы сейчас не подцепили. Потому что приходит сейчас на микки. Но там улетает на ремнутом. И в безопасности оказывается. Террор Блейд оставляет просто иллюзию. И уходит пешком. Так или иначе. Перехват. Перехват Террор Блейд. Тимоса пытается поймать. Да ладно. Не Крепифай. Полетел Бласт. Высасывается здоровье. Но слишком мало этого слоу. Для того чтобы хватило дэмэджа. Не хватает опять его ресурсов. То есть вроде бы станы есть. Ну условно дизейплы. Да. У шамана. Но одна пугна. Таким образом похвастаться не может. А тем временем у нас телепорты от кого-то идут в мид. Возможно даже бисмастер телепортируется. Или что там происходит. Ну сейчас опять же начнется война за Рошана наверное. В первую очередь. Он еще не скоро появится. Но нужно подготавливать какие-то плацдармы к этому. Потому что идти на ХГ сейчас Павага к Альянс не могут. Но те все-таки сильные. Уже даггеры летят с этого хайграунда. Слишком больно. Сами же Альянс атаковать вражеские Т2 вышки тоже не в состоянии. Потому что им не хватает уверенности в себе. Они вот вроде бы сейчас подступились к верхним лесам. А там стоит Вижен. Там стоит три героя вражеских. Вы уже подняться по рампе не можете. Это верно. Ну вот попросили одну минуту. Что-то случилось у нас у команды Павага. Ну пускай лучше это что-то случится сейчас. Нежели во время ключевого файта в рамках этого Best of 5. Все действительно сводится вот конкретным решением. И невероятно обидно пройдя этот невероятно долгий путь. Через групповую стадию. Через групповую стадию еще можно сказать. Павага-то проходили. Их никто не звал в плей-офф сразу же. Они бодались и боролись для того, чтобы заслужить это право. Они действительно вышли из группы. Потом вышли из плей-оффа. И вот теперь уже сражаются за 35 тысяч евро. Осталась одна игра делят их. Одна победа от этих заветных призовых. Ну и что же. Сейчас ребята из Павага собираются на центре карты. У них очень много Вижена. Но Вижена в основном на подступах к своей половине карты. Единственное, что они контролят вражескую нижнюю святыню. Но это неприятный момент, конечно, для команды Альянс. Потому что сейчас придут пофармить. Какой-то вот Шаман здесь покажется. Что он стаки тут делает. И теперь информация по стакам есть. Можно будет поймать потом уже Кора. Который придет туда пофармить. Даже два стака пытался сделать. И два стака получилось. Красиво. Пока же боксы на боте воюют против иллюзий Террорблейда. В принципе, с иллюзиями Акс справляется без сложностей. Но это уже не тот Акс, который всю игру выигрывал. У него шесть пятьсот над ворс. И далеко до лидирующих строчек. Ну ничего не попишешь. Ну вот у нас. Слезы ностальгиии. Тигиии. Эх, как это было давно. Мигля, тем временем, быстренько разорвался с Даззлом. Там, скорее всего, просто один удар был. Или даггер. Так что... Ничего не попишешь. Говорится, и уже в четвером третье зачищаться. А как? Как в Фантомке зачищаться? БКБ есть. Баттлфюрии есть. Скоро еще и башер появится. Это, кстати, на Миге. Возможно, будет какая-то погоня. Но Миге в ответ даггер бросил. Крит не вылетел. И, в целом, все довольны раскладом этой ситуации. Перегруппироваться сейчас хотят альянсы. На топе воюют всеми силами Койква. Перехватывает крипов. Но нужно добраться до вражеской Т2. Тараблэйд на центре. Увидел ПА воевать. Иллюзию пока только. Иллюзию, что криты по Миге залетели с иллюзии. Не пошли дальше. Остались на своем хайграунде. И Миге продолжает воевать на промахе на промахе. Понеслись. Интересная такая война, получается, у Тараблэйда СПА. Но криты решает, безусловно. Есть миссы у Тараблэйда. И здоровья, в принципе, у него уже очень много. За счет того, что есть скадики и таланты там работают. Гейдж информации имеется. Тот самый вард, который позволяет полностью раскрыть ситуацию от Альянса. И в спину пытаются зайти и ворваться куда-нибудь. На иллюзию прыгает Миге. Опять миссы. Опять нет дэмэджа от Миге. Но вопрос, возможно, тогда в файте будет. Самые миссы прыгают на Эверспирте, который загулял. 1200 крит. Ты в таверне. 50 секунд. И убегать теперь нужен Тараблэйд. Его засловили. Ей нужна поддержка. Койка уже рядом. Можно кинуть какой-то декрепифай. Чтобы просто подождать остальные тиммейты. Байбэк и Эмбер. Будет врываться. Бокси. Хороший агр. Тараблэйд ничего не успевает сделать. Сандра не будет. И тут же можно расправляться с оставшимися игроками команды Павага. Одного. Второго. Третьего. Змейки не самым удачным образом. БКБ еще было прожато. Но самое главное вырубили Тараблэйда. И теперь вынудили выгибиться уже Эмберспирта. И в результате можно заходить на ХГ чуть ли не. Т2 ломают. Вообще не вопрос. А вот хайграунд. Вряд ли. Только если Т3 побить. В принципе это тоже хорошо. Потом вы заняты святынями. Через Койкву. Через Койкву разбираться. Еще 25 секунд. Запас у вас есть. Но Павага грамотно играют через Глиф. Наверное Альянс все-таки будут отступать. Хотя они ВАГ поставили от пункта сейчас. И стало. 20 секунд от Тараблэйда. Время еще есть. Рора нет. Ничего нет. Бояться толком нечего. Т3 падает. Неужели еще и по раке? Там прорывается. Акс кого-то подцепил ведь. Через обраточку. Пытается пробить Шишира. Сразу же Глиф на Дастах. Я бы ему немножко пожить. Но он не выживет. Есть моментайс. Он не спасет ситуацию. Даггер в спину кинуть. И Джейфу погибли. Но не стали этого делать. Есть. Даггер погибает. Все-таки Даззл. Но в ответ может погибнуть еще и Фантомка. Минус фугна. Фантом Ассадин также отлетает в Таверну. И это уже минус 4 и минус 5. Заигрались Альянс. Слишком переагрессировал Акс. Куча денег сейчас зарабатывает с командой Павага. И они уже пойдут играть от ворот до ворот. 60 секунд нет Павага. Нет. Павага решают поступить хитрее. Они заходят на Рошана. Да. Восстановится половина команды Альянс. Но при этом у них будет уже преимущество в виде Айгиса и Сыра. Пока два сампорта разыграют. Сейчас выполнится Мосс. Под формой. Все у него хорошо. Появляется Блэйдмейл. Кстати, ее спирь. Тоже лишним этого приобретения не будет. И вот плюс Айгис плюс Ир. Это при том, что была возможность уничтожить тот самый милишный барак у Альянса, если бы они не пошли вот за этим Аксом. Акс по идее же прыгал развлекать, чтобы не мешали вот пробивать барак изначально Микки. Возможно. Но вот как-то не договорились и в итоге сейчас мы видим, что потеряли всех. Но без байбэка ПА должна возвращаться, конечно же, эти 15 секунд продержаться через какой-то глип, через просто сплы, которыми можно отбрасываться. Пока еще только иллюзии. Подходит Пикачу. Пара ударов. Да, треть тавера будет уничтожена. Но поймали, кстати, сейчас еще и Эмбера. Но Эмбера едет, поэтому он их не переживает. Откидывается фестами. Спокойненько переключаются на лоу-граунд. И, казалось бы, вроде бы здесь. Но вот на таких заходах Альянс можно ловить и наказывать. Посмотрим на этот самый реплей. Вот падает Т3. Вроде бы Микки вместе с Квойкой. Они дальше через басты, через Амикки должны пробивать барак. Но нет, они прыгают еще и под Т3. Тут прекрасный магнитайство скастовывает сперед и куча демочек по игрокам команды Альянс. Получилось очень даже здорово. И сейчас попытка подловить опять же с хай-граунда. Кого никто выйдет. Прыгают не чуть широ. Моментально минус половины здоровья, но это не хватает. Прайморор до поражения БКБ возможных. И нападение. Но Т3 пошел иллюзиями убивать Инсеню. И на этом все. Смейки подловили Т3. Монтой не разложился. Он все еще в смейках стоит и не может выйти. Эмбера. Сейчас можно попробовать поймать моментальные ветра. Сейчас будет ли какой-то агр от бокси. Но по итогу Пикачу умудряется уйти на Риминато на лоу-граунд. Здесь же Койкова. Койкова поймать. Какой-нибудь декрепифай на него кинуть. Засловить пока тиммейты не подойдут. И еще Таггер забросить можно. По Пикачу. Пикачу погибает во второй раз. 80 секунд его уже не будет. Он же байбекался. Трорубейт все это время простоял. И вообще просто убегает отсюда. И ничего сделать не вышло. Переключается на верхнюю линию. Попробует там что-нибудь сломать. Прилетает бабочка. Но вам будут ломать две линии сейчас. Сплитуют, сплитуют, понятное дело, сейчас повага. Выбора у них не остается. Без Эмбера будет тяжело обороняться. И эти 60 секунд для Альянса абсолютно свободны в их агрессии. Койкова аккуратно забрасывает басты. Но при этом мы видим, что они боятся подниматься. У них у самих база крошится. И Альянс улетает на защиту. На Трорублейт пытается пробить. Есть. Толкнули Сандру. Успели прожать. Но это не поможет. Так вроде проседает. Однако он не самая главная цель в этой ситуации. Но прожимается форма. И теперь может погибнуть еще и Бокси. Но приходит Микки. И Микки разберется с кем угодно. Бокси еще и выживет после этого. Но нет. Не тут-то было. Трорублейт по-прежнему жив. Помним. А в этом Палатимус пытается настреливать по сопернику. У него, да, много армора. Много брони. Но не спасает это против столь уверенный ПА. Крит рано или поздно тебя настигнет. 75 секунд. Теперь нет Трорублейта. Опять можно идти до вражеской базы. Только теперь уже ваша в безопасности. Действительно. 80 секунд. Это не шутки. Так что сейчас можно чем угодно пользоваться. Но скорее всего Микки не будет особо рисковать. Поломатый персонаж. Просто 22 уровня. Все, теперь уже даггеры через раз выдают на полторы тысячи. Это не контрится. Есть вот самый врывчик. Где вроде бы Трорублейта зажали змейками. Он ничего не сможет сделать. С монтой разложился. Все еще стоял. И половину времени потребовал на то, чтобы сломать змеи. Да, Тайкер реализовал свою информативную способность просто прекрасно. В лоб опять же от ворот до ворот играют сейчас Альянса. Проходят по центральной линии. Подниматься будут вместе с клепами. До них еще долго. Пока они доберутся. Пока собьют в бэкдор. Но Трорублейт успеет подняться. Тоже об этом забывать не стоит. Так что сейчас хотя бы милишный барак погрызть и уничтожить. Полетели бласты. Начинают резать. Змейки поставили. Отшеду шаман наконец-то по назначению. Справляются они с милишным бараком. Подойдут. Все стоят там на фоне и смотрят, как рушится база у команды Павага. А подходить нельзя. Практически каждый из тех, кто подойдет, может умереть открыто фантомки. Они это прекрасно понимают. Этот Трорублейт вроде как может еще пережить один удар. И они этим пользуются. Душой за Павагу. Ну, приятно. Приятно, что есть ребята, которые болеют за данный коллектив. Потому что изначально, ну, естественно, фаворитами были Альянс. И большинство поддерживали именно данную команду. Ну, да. Тут ситуация была неприятная. 0-1, 0-2. И только потом Павага уже начала просыпаться. И показалось, что не так-то просто. Будет Альянс здесь забрать где-то 35 тысяч евро. Дагон еще и появился у Пугны. И продолжают игроки из команды Альянс давить. Пытаются найти Альянс. Тогда поймали, убили. Дагон не пожалели. Но Койква явно не станет таким ресурсом пренебрегать. Дагон откатится. Альянс вперед откатится только через 40 секунд. И пробуют переместиться опять же на верхнюю линию. Все они никак не успокоятся с этой позицией. И как бы это их не погубило. Ну, Бот выполняет себе, покажем, Микачу. Продолжает бегать вместе со своим кором. Оставляет, правда, Терроллей только иллюзии на топе. Но можно дальше запушивать лайн. Тайга пытается найти место для фарма. В принципе, у него денег очень даже неплохое количество на руках. И какие-то более серьезные артефакты. Мы в перспективе можем увидеть ушеду шамана. Ну, это, конечно, так. Внезапно выходит рефрешер на две пачки змеек. Им мало не покажется. Ну, подождем и увидим. Пока только форстаф хотя бы добраться. А вот и он. МКБ, Дезолятор. Как же много урона от ПАП. При том, что уже и бабочка фарблейды не спасает, по идее. Ну, да. Маловато будет против этой фантомки. Нужно что-то еще. А у Пантимоса пока больше ничего толком-то и нет. Вроде бы он пытается там что-то интересное себе сварить. Какие-то криты будут вполне возможные. Ну, криты. Криты не криты, а вот трапира. Нет, нет, нет. Это не будет трапира. Это МКБ по итогу. Я уже думал, что пойдет он в какие-то более интересные артефакты. Но это банальный выбор против ПАП. Банальный, но работающий. Это самое главное. Может быть. На центре сейчас будет, видимо, какая-то очередная драка. Потому что альянс уже, ну, просто бьют копытом об землю. Хотят драться. Хотят убивать. Но они хотят убивать не на вражеской базе. Мол, спускаетесь, мы вас здесь примем. Ну, они просто могут дождаться еще одного Рошана такими темпами. Потому что снизу отправляются Микки опять же. Сбирать крипчиков. Проталкивать лайн. Верхний лайн никак не продавливается. Т2 до сих пор стоит. И очень серьезно мешает команде Альянс зайти на ХГ и сломать всю базу сразу. Ну, им нужно все вместе уходить на топ. Потому что иначе вот сейчас убегает Акс на топ. И остаются в четвером, в каких-пятерых, довольно опасных игроков команды по вагам. Ну, что ты ничего с этим не поделаешь. Каждый может сейчас оказаться весьма проблемным. Ну, Дазл вроде Грейф на себя повесит. Пару секунд выиграет. И все, может, команда подоспеет. Чекают Рошаном. И в четвером игроки Альянс сейчас будут атаковать. Действительно, они готовы. И впереди планеты всей Микки. Микки, который себе еще и Abyssal Blade хочет взять. При том, что уже у него там 300 дэмэджа с руки. Теперь еще и контроль стопроцентный будет на соперника. У него наверняка хуже ЧТ-500, но он оставляет байбэк. В остальном может закупить себе артефакт и врываться вперед. Но не торопится. Понятное дело, что байбэк важнее. Ну и тут же начинается атака на Т3. Пока еще только даггеры. Помним, что даггера у ПА, естественно, летит три. И какой-то Дазл может быть уничтожен попутным дэмэджем. Да, если кто внезапно увидит его, то мало не покажется, конечно же, в такой ситуации. Но телепорт на святыню и возвращаются обратно. Оказывается, что надо бы толкать в верхнюю линию опять же. И таким образом еще немного времени у ПА есть, но на долго ли это им хватит? Непонятно. Так, ведь у настоящее Плантимос не хотят врываться здесь же. Но сразу же Хекс и убегать. Но не стали этого делать. Плантимос бежит дальше. И просветка. Но Тайга не подцепила. Остается с Микки. Микки врывается. Начинает разрезать. Тут же Плантимос начинает под формой нарезать. Весьма неплохо. Прямо урок по Микки. Микки стоит в поверхности. Есть Батхилл, но этого не хватает. БКБ и погибает Фантомка. Следовательно, за ним погибает Щен. И все остальные из команды Альянс теряют своей жизни. Просто подскади, как же красиво выглядят атаки Террорблейда, когда их много. Когда они летят от каждой там иллюзии. Это просто великолепно. Да, и в итоге потеряли сейчас ключевые позиции и команда. Павага может не воспользоваться. Вспомним реплей. Попытка врывался Микки. Сразу же бью. Микки ничего не делает. И тут же ловит Праймон Рор. Катут за него. БКБ не поражал. Как это БКБ было поражать. Шикарнейшая работа от Павага. Действительно, они нашли тот самый тайминг для атаки. Выбили байбеки. Уже сносят Т3. И бараки будут падать в мгновение ока. Форма у Террорблейда по-прежнему еще работает. Нужно ее максимально реализовать. Бокси врыв. Поднимает ветра. Он там, в принципе, еще и в бледмейле. Но как же быстро. Бокси рассыпался. А был реакс. Нужно байбекаться. Нужно врываться. Плантимос уже без формы. Начинает рубить барак. Да, это получается у него с трудом. Крит. Полторы тысячи. Минус 30% хп. Но этого мало, чтобы пробить Плантимос. У него еще и есть Сандер. Прыгает Микки. Ничего не боится. Но отступает. Видит, что скоро вернется Пугна. И, видимо, не решились. Хотя, что душамана опять-таки нет. И все еще в меньшинстве команды Альянс. С святынями заниматься будут повагом сейчас. Поскольку это первая тревышка, которую они уничтожили. Играют они очень аккуратно. Они понимают, насколько вот шаткое положение у них сейчас. Кот переживает за повагу без них. Кот смотрит осуждающий на эту игру, я бы сказал. Один кот, в принципе, возможно, и осуждает здесь. Второй кот еще тоже с другой стороны экрана. Неплохо, неплохо. Ну и что же. Сейчас мы будем наблюдать уже попытки Альянс найти выход из этой ситуации. Официант по-прежнему 3-0-5 на повагу. Ну, это уже вызывает некоторые вопросы. Потому что повага начинает выглядеть очень уверенно и в драке. Просто они не дают Альянс грамотную позиционку выстроить. И паника начинается у Альянс. Чен бежит там в свою сторону, пытаясь убежать от дэмэджа террорблейда. В это время ПА в соло без поддержки. Акса ничего сделать не может. И нет никакой зафиксированной цели. И в итоге один с другим команд Альянс рассыпается, разбивает все. За счет команд повага. И сейчас готовится нападение. Смоук был прожат. И они готовы нападать. Вопрос в том, на кого? Информация есть. На варде Мике заметили. А вот это уже. Дорого может стоить. Но тут проживается тоже Смоук. Смоук на Смоук. Атака сейчас будет рядом с Рошпитом. Но они расходятся, как в море корабли. Они не видят друг друга. Да, Рошпит. Рошпит сейчас будет местом встречи. Антимос уже туда зашел. И будет ли какой-то врыв от Акса. Если будет врыв на блинке, его можно там зажать. Но нет. Понимают, что не спадают Смоуки. Поэтому можно не рисковать. Видят они иллюзию. На нее, естественно, не агрятся. Но и тем временем фармят линию. Начали еще и Крепчиков тоже подзабирать. Вот же спалились. Да. Птичку переманили. Ну и теперь точно знают, что где-то там находится основная часть команды Альянс. Они просто поменяли сейчас сторонами карты такое ощущение. И все ждут, когда кто-то сделает ошибку и выйдет на реку. Ну да, на реке может произойти кровопролитие. И что же, Микки идет на передовую. Здесь его подбафали. И вот он врывается на джейф. Опытается быстро убить, но есть Грейс. Спасет. И тут же Акс однако ловится. Праймал Рорж, но успел прошить БКБ. Не так много мак урона. И в итоге можно пробить. Микки прыгает дальше. Дается выкатить на Бигнума. Бигнум погибает. И Микки рассыпается. На 120 секунд в три удара от Балантимоса было. Кошмар. Просто кошмар. Балантимос сейчас сможет вмести свою команду к победе. Неужели они пойдут на Рошана? Они же знают, что байбека нету. ПА 120 секунд. Инсения погонял за ним. Есть рефлекшн. И Инсения погибает с даблкилл. Зачем вам этот Чен? Зачем он вам? Вы можете идти в трон сейчас. И заканчивать эту игру. Выигрывать 35 тысяч долларов. Павага. Ну да. 35к уже фактически в кармане. Можно сломать трон буквально за пару секунд. Но форма закончится. И на защите еще есть три героя. Полетели типа Балантимоса. И форма сейчас закончится. Но в принципе урона хватит и без того. Там Чешский код все-таки. Неужели да. Они решили снести все бараки. Сделать мега крипов. Играют на Верочку. Павага. Ну нет. Вот мы... Сигнает. Давай уже пойдем в трон. Но нет. Нет. Играют они очень аккуратно. И тем самым дают еще один шанс Альянс. Потому что в целом за 70 секунд может быть успеет появиться ПА. Но это будут уже мега крипы. Да. С верхней линией еще пока можно повоевать. Вроде бы поставили здесь варты. И Пугана пытается появиться пластами. Но это не то, что нужно сейчас на таком этапе против Второй Блэйда. Против Феймер Спирита. Палимос выходит. Сносит Т3. Сносит бараки. И это мега крипы для команды Альянса. Они ничего сделать не могут. Да еще 50 секунд. Они могут увидеть еще и Т4 и трон. Вообще да. Прижил. Они не могут сделать все что угодно. Но не хотят. И уходят с этой позиции. Мега крипы. Горько же они плотные. То есть они даже не стали добивать рейджовый барак. Они оставили просто иллюзию. Чтобы максимально не рисковать. Ну да. Ну как бы на кону когда у тебя 35 тысяч. Ты не хочешь просто ничего делать. Что может подставить тебя под удар. То они заберут Аегис. Сыр. И будут уже ломать мега крипами. Да там уже и сами мега крипы можно сказать. К этому моменту будут жестко давить. И посмотри какая пачка просто крипов по топу идет. Допустим на базу команды Альянс. Ее конечно еще успеют выбрать. Потому что это обычные крипы. Но все таки. Тем временем появляется эпизод Блейд. Прико всему у Фантомки. Поздновато. Поздновато появляются подобные артефакты. И сейчас перевернуть игру все еще можно. Мега крипы это не 100% гарантия победы. Но Альянсам нельзя допускать ни одной ошибки. 12000 преимущества на 38 минуте тоже не столь важно. Важно как вы потратили эти деньги. Какие айтем билды вы выбрали. Иллюзия дорабатывают последнюю святыню. И поехали. Хайграунд остался только лишь. Д4 и трон. Аегис есть. Сыр есть. Все есть. Можно воевать. Ну вот вопросы есть к айтем билду. Допустим койковые на пугни. Потому что это догон. Который действительно впитал в себя много денег. И мог появиться какой-нибудь хекс допустим вместо него. Но осуждать уже после того когда ты видишь результат. Очень просто. Профессиональным игрокам всегда виднее. Какой айтем билд выбрать изначально. Да. Неплохо тут поднимают щиты за повагу. И видимо повага. Повага это чувствует. Чувствуется. Да. БКБ появляется для Акса. Но не поздновато лим. Осталась последняя драка фактически. Крит. Бедный Кабан. Полторы тысячи здоровья впитал в себя сейчас. Кабан умер не зря. Да. Поднимается сейчас на хайграун. Пытается убить. Роблайн. Криты полетели от пары. Разрубили его. 100 секунд. Байбекаться не будет. Просто боятся повага. И можно еще и подцепить Эмбера. Эмбер пытается улететь. Он в битрах. Его не поймают. Уходит на реминанта. За ним погонят тайга. Но нет. Пикачу спасается на хайграунде. Убегает на святыню. Казалось бы. Которая не существует. Екс. Екс. Не позволяет уйти. Еще и Эмберу. Альянс. Как вы это делаете? Выбивается Аегис. Все преимущество. Сражана. Сейчас выбито у повага. Есть персер-кол. И действительно никуда. Эмбер не уйдет. Еще один удар. И тысяча гибель то здоровье как не бывало. И в итоге команда Альянса дефла один заход. Да уж. Мега крипы начинают давить. Ситуация все сложнее и сложнее. Нужно дожидаться по всей видимости еще какой-то атаки от повага. Но им нужно лишить террорблейда байбека. Если террорблейд умрет без байбека все это будет конец. Да. Тогда можно уже и весла сушить. Действительно. Там можно будет идти в троны. Это действительно игра может закончиться разменным тронами. Да. Этого мы и ждем. В итоге команда Альянс идет в миду. Пытается линию протолкнуть пока нет террорблейда. Еще 30 секунд. Вынуждает попытаться за байбека хотя бы что-то еще выбить. Но вот пока без Микки. Микки на верхней линии. Микки сейчас здесь окажется. Да. Он уже появился рядом с Ченом. Как же так это работает. Эмбер байбек. Это террорблейд не байбек. Это байбек. Это Т4. Понимаешь только трон. Сейчас можно сансить и команда Альянс. Змейки поставлены. Змейки очень быстро сейчас распадутся. Хотя подходят крипы. Чен перехватывает. Также катапульты. Все работает на команду Альянс. Их же трон пока стоит. У них стоят Т4. Прожимается глип. И дождутся террорблейды без байбека. 9 секунд до его появления. И смогли. И смогли дождаться. И Альянс не решились идти рисковать еще чем-либо. Байбеков у них насколько я понимаю нет. А 23 секунды еще до байбека у Фантомки. Ну там байбек только у Шинного Шамана. Это маловато будет естественно. Для того чтобы защитить свою базу. И он свою миссию выполнил. Он поставил те самые Змейки. Ну пробили это 4 примерно на 50%. Тоже хорошо. Еще 4 захода и башни упадут. Там останется только трон. В принципе можно попробовать подраться конечно где-то. И кого-то поубивать. Тогда шансов будет побольше. 22 с половиной уровень. Все уже топовые таланты. Начинают подходить и для того и для другого коллектива. И насколько же напряженная ситуация. 1-4 на Павага и 2-8 на Альянс. Учитывая что против них сейчас играют мега крипы в довесах. Довольно хороший коэффициент. Действительно ситуация интересная. И вот он трон остался у команды Альянс. Который им нужно отчаянно защищать. Там бокси можно подцепить. Праймал Рор есть. Врывается все что можно. Но Форстафы живет еще какое-то время. Однако там слишком много ремонтов и бокси подцепили. Еще и Праймал Рор. И в итоге бокси все-таки может погибнуть. Но пока что ухил. Бокси живет. Разворачивает. И теперь проблема уже у Эр Спирита. Он погибает без Байбека. Но Плантимос. Плантимос стреляет. И вот у него урона хватает. Но теперь будет врываться Микки. Микки кидает даггеры критов. Нет. Микки не подрубил. И по итогу он уходит просто под фонтан. Байбекается Акс. Возвращается в игру. И уходит Павага. Боятся. У них тоже без Байбека. Эмбер. Эр Спирит тоже без Байбека. Поэтому, увидев денежки потраченные Аксом, они спасаются. Ну, в принципе, хорошо. Отдалили. Шарт. Очень широ. Дважды Праймал Рор выдален. Но получилось-таки. Получилось добить Акса. Конечно, не та цель, которую хотелось бы убить. Наверное, в такой ситуации. Очень опасная ситуация. Он еще и ПКБ успел подключить. Но все равно это его не спасло. Проблема в том, что Микки очень далеко находился от противника. И ворвался он только на поздней стадии. Уже боится. Боится Микки, что его быстро запусят. И он старается раскидывать именно даггеры с этими критами по полторы тысячи. Дальше, кстати, он себе сатаник варит еще. Сатаник лишним явно не будет в таком противостоянии. Особенно, когда у тебя может внезапно оказаться единица здоровья там после Сандера. Ну и вот она Алибарда. Показывают, что Чеширский код при желании может совершенно спокойно выключить Фантомку. Ну это не так уж и просто, будем откровенны. Потому что тебе нужно успевать и рор выдать вовремя. И там все свои сплы прожать. Но Алибарду успеть кинуть на ПА это тяжело. Там тем более и БКБ, да и в целом. Как насчет двух Алибард? Лучше, чем две Алибарды, могут быть только три Алибарды. Просто вот пытается Микки дать какой-то дэмэдж. Ему рот затыкают и молчи, молчи, молчи. Не делай ничего. Да. Ну и в итоге продолжаю встретить. Пока что ничего не ясно. Пять тысяч нитворца за командой Павага, но было двадцать где-то. Или там пятнадцать. Двенадцать тысяч тогда уже подбиралось. Пятнадцать тысячам. И это все отыгрывается командой Альянс. Появляется НДиск. Единственная ситуация, что сейчас вот опять же айтем билды решают. И Альянсам желательно не принимать драку у себя под троном. Это будет попутный дэмэдж просто по их вышкам и по основному строению. Ну в фандомке появляется первая тревела. Можно будет теперь помещаться по крипам. Но когда мега крипы против тебя играют, твои крипы обычно под базой. И это не сильно помогает. Разве что Чен перебанит крипа и ты сможешь куда-то под трон прилететь там. Это такое себе, конечно, удовольствие. Но бэкдор не пробиваешь, поэтому дэмэджа даже у ПА не хватит, если только не будет там какого-то огромного количества рапиры. Ведь мне кажется, что рапира должна закончить это B105 сегодня. У кого же она появится, просто вопрос. Ну пока по 4000 на руках есть у каждого. Но он не рискует закупать. Ну это невероятно опасный артефакт, конечно же. И все стараются какие-то сатаники, тараски лучше выйти. Кстати, сейчас очень далеко заходит Койква. Койква могут поймать и далеко тиммейты. Но нет, не стал выходить Терраблэйт. Это же боятся. Все боятся допустить эту ошибку. Все боятся сделать первый шаг. Ну да. Напомню, что на кону разыгрывается 35 тысяч евро за первое место. Ну а второе место получат только десятку. И что повага, что альянсы в одном шаге от того, чтобы эти деньги получить. Шаг в сторону и в три с половиной раза меньше ты получил за турнир, на котором играл на протяжении двух недель, получается. Кто-то вообще ничего не получил. Да, да. Заняв четвертое место. Самое обидное поражение, конечно же. Но и сейчас мы видим, что повага вновь подбирается к вражескому хайграунду. Будут пытаться атаковать. Ну и как же выстроится агрессия. Агрессия Альянсоми выходит и подцепили опять Бокси. Бокси сейвит. Но через форстаф пытаются толкнуть его на базу. Не туда выкинули. Вард пугно разбивается. Но тут же полетели даггеры от Мики. Все отступили. Много дэмэджа получило. Бегством. И в итоге Пикачу его подцепляет с ринчест. Не может убежать Фантомка. Нужен только лишь урон. Блантимос начинает уничтожение остальных. Минус Шерл Шаман. Дабл килл уже есть. Трибл килл есть. Пикачу под гривом. Но это не поможет ему никаким образом. Он скоро закончится. А Блантимос будет уничтожать всех остальных. Мики под БКБ никого не бил. Он просто бегал. И таким образом альянцы проигрывают сейчас эту пятую карту. Бавага. 4,7 коэффициент на них был изначально. Они могут выиграть этот гранд-финал. Что? 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 Побеждает сейчас Эрспирит. Побеждает команда Бавага. Браво. Шикарнейшая игра. Шикарнейший гранд-финал. И 35 тысяч евро для этих граждан. Да. Которые прошли через групповую стадию. Которых не приглашали как царских альянс в плей-офф. Которые попали в нижнюю сетку. И доказали, что даже андердоги могут выиграть. Которые попали в нижнюю сетку по определенным обстоятельствам. Они отложили третью карту с Империи. И доиграли ее. Браво. Побага просто шикарно все сделали. И вот эти игры на 50-х минутах для данной меты. Это можно сказать как в предыдущей мете игры на 120-х минутах. Потому что это уже более позднее. Ну может не на 120-х, а на 70-х. То есть это поздняя стадия. Где уже решают действительно какие-то микро ошибки. И то, что молодой коллектив смог их не допустить. А по крайней мере допустить их в меньшем количестве. Но коллектив возможно и молодой. Но там есть опытные. Да, опытные. Невероятно опытные. Ну просто, если спроси кого ты до начала данного Bestop 3. Какой коллектив сейчас более сильный, какой более опытный. Тебе наверное бы 90% людей сказали бы Альянс. Потому что у них действительно хорошая череда была до 2019 года. Ну в целом второе место тоже неплохо. Но Побага просто начинает шикарно Новый год. Да, неплохой бонус в размере 35 тысяч евро. Под елочку. И вот ПА. ПА, который мы говорили на протяжении всего этого турнира. Все шикарно. Криты. Но ПА в какой-то момент она превратилась вот сейчас у команды Альянс в герой, который кидает даггеры. Который не бьет с руки. БКБ нажимается, убегаю по Т4. Оттуда кидаю даггеры. Вот вам три штучки, я подожду КД. Так это не работает. Terrorblade все время работал ручками. Такой вот настоящий. Мужик просто пришел и развалил все. Поздравляем команду ПАВАГА. Благодарим команду Альянс, естественно, за это прекраснейшее сражение. Гранд-финал был очень красочным. Все пять игр смогли ПАВАГА закомбетчить из чего-то 0-2 в 3-2. С три игры подряд они себя обеспечили. И сейчас, я думаю, все довольны. Все очень радуются, я думаю. Особенно фанаты команды ПАВАГА. Господа, большое спасибо, что вы на протяжении этих двух недель наблюдали турнир, который, по сути, связал 2018-2019 год. ПАВАГА открыл, собственно, турнирную сетку нового года в дисциплине Dota 2. Ну и когда спросят, кто же стал первым чемпионом 2019 года, ПАВАГА могут гордо говорить – это мы, парни. Это Беларусь. Собственно, будем мы сейчас уходить на паузу, но, естественно, прощаться они надолго. Студия U.S.C. готова на протяжении всего 2019 года радовать вас прекрасными турнирами по всем возможным киберспортивным дисциплинам. Поэтому подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного нового турнира. Для вас же на протяжении этих двух недель работала наша студия, не только комментаторы, но еще и режиссеры-операторы, за что им огромнейшее спасибо. И также множество людей за кадром. Поэтому, господа, желаем вам прекрасных праздников, которые еще длятся. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью и приходите на наши трансляции. Всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok